Давайте сходу, кто сможет сразу так сходу сказать 5 преимуществ акригеля перед гелем. Я знаю, а вы пишите в комментариях. Ну что, всем доброе утро. Ой, Оля, дашь вторую перчатку, может тебе? Всем доброе утро, добрый день. Рада вас всех видеть, слышать. Давно я не вела эфиры на аккаунте Кати. Вчера мы пробовали по техническим причинам, не получилось войти, но мы продуманные. Мы зашли в эфир со вчерашнего дня. И сегодня у нас все страстется. Тема эфира – акригель. Техники с акригель. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь в комментарии техники с акригель. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Анна Акалот. Я преподаватель в школе онлайн ЭМИ программы повышения квалификации и курса ЭМИ Броу Мастер. В прошлом судья чемпионатов, тренер команды ЭМИ, многократный призер и чемпион Европы по моделированию ногтей. И до недавнего времени правая рука Кати Мирошниченко. Мы остаемся работать вместе, но я переехала из Ростова сейчас в Санкт-Петербург. И отсюда, собственно говоря, вам сегодня веду эфир. Прикрепить. Да, я вот сегодня в свитерочке даже, у нас 17 градусов тепла. Вот. Я знаю, что в Ростове очень жарко, я, собственно говоря, из-за этого и переехала. Здравствуйте, знаем, рады вас видеть. Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У Кати-то очень много подписчиков, и 100% не все меня знают. Вот. Вот сегодня мы с вами поговорим о Акригеле. Вы уже наверняка видели и рекламу, и разные сторисы, и разные видосы. Я вчера выкладывала укрепление с Акригель на короткие ногти. Просто техника укрепления, самая обычная, самая классическая, на натуральные ногти. Стоит вопрос. Ну, давайте я сразу отработаю возражения, которые возникают у вас при виде Акригеля в тубах. Так как раньше он выходил в баночках, сейчас он появился в тубах. Сразу говорю, почему? Вы просили, вы просили в тубах, поэтому в тубах и выпустили. Почему просили? Потому что баночки неудобно набирать. Вы начинаете наматывать на палочку, образуются пузыри. То есть, и потом с пузырями неудобно моделировать. Выпустили в тубе. Сейчас Акригель вышел Милк и Акригель Кавр. Акригель Кавр – это тот же самый кавр, который был в банке, только в тубе. Туба 30 мл. 30 мл. И стоит он 1950. Если посчитать по 15 грамм, то 15 грамм стоил 1200, то, естественно, 30 всегда выгоднее. То есть, 30 выгоднее. И Акригель Милк – это тот, который я ждала, безумная, безумно хотела его. Это молочный. Это даже не молочный, а вот такой белесый оттенок, как файбербейс Милк. Точно такой же оттенок, только в Акригеле. А сразу скажу, вот это возражение отработаю. Единственное, то, что неудобно в тубах выдавливать. Девочки, покупаем Акригель и сразу покупаем выдавливатель для краски. Все. И все проблемы уходят сразу. Я вот, знаете, я до этого, ну, как бы, у нас же были в баночке, и приходилось, ну, как сказать, привыкать к тому, сколько нужно вот набрать на палочку или на шпатель Акригеля. Сейчас очень удобно. Вот вообще очень удобно. Единственное, купите сразу выдавливатель, чтобы потом, когда он начал у вас заканчиваться, вы кинули, что его нет, начали психовать. Покупайте сразу Акригель и сразу покупайте выдавливатель. У нас в магазине вот в Ростове, нет, тоже уже закончились, да? У нас были они, когда были краски, да, в тюбиках. Но они продаются во всех. Они даже в художественных магазинах продают. В индустрии красоты там какой-нибудь. В Моцартхаусе, вот где краски для волос продают, там везде продаются эти выдавливатели. Вот. И сегодня мы с вами сделаем две техники о преимуществах. Вот пишите сейчас в комментариях преимущества, которые вы знаете Акригеля перед гелем. То есть в каких техниках, когда лучше использовать Акригель, когда может быть удобнее, когда это целесообразнее, прочнее там и так далее. Знаете, не знаете? А я пока посмотрю, что вы пишите. Запись будет, обязательно будет запись. Возможно, сегодня эфира в ленте не появится. Я Кате пообещала, что я его сохраню себе на телефон и ей скину. А они уже с девочками СММ решат, когда его лучше выложить в ленту. Доброе утро. Вы навсегда в Питере? Да. Ну, блядь, сразу сказал. Надеюсь, что да. Вчера было 750 градусов. Да, у нас на прошлой неделе тоже было 750-760. Где-то так. В тени 740, может быть. Питер во мне растоп. Очень крутая погода. Я обожаю, когда холодно. Сегодня даже нет солнца. Ну так, чуть-чуть где-то пробивается. Ну-ка. Не печет. Не течет грызунам. Есть. Короткие ногти. Тоже есть. Не печет. Правильно. Уже две девочки. При поднятии ключевых ногтей. Есть. Звонок. Прошу. У кого носибельно? Это или вопрос, или это утверждение. Здравствуйте. Экономит время. Кригель снимать легче. Ну, это спорный вопрос. Удобно кригелям достраивать сбитые углы. Есть. Вот. Я даже про сбитые углы и забыла. Угу. Еще. Верхние формы. И да. Есть. Угу. Молодцы. Видите, те, кто пишет, что... Те, кто же написал комментарий, 100% вы ими пользовались. Главное преимущество. Главное преимущество. Это то, что можно моделировать в одну каплю. Да. На длинные ногти очень удобно моделировать. Это главное преимущество. Одно из главных. Если к нему приловчиться, есть момент, что к кригелю нужно привыкнуть. Им нужно научиться выкладывать. Нужно понять эту каплю. Нужно понять на этот нажим. Чтобы это было быстро. Потому что, когда вы, если вы никогда не работали, а работали гелем, как я, я вообще скептически очень относилась к кригелю, когда он появился. Так как я мастер-гелевик, я 10 лет работала только гелем. Я научилась моделировать гелем без опила, там, в одну каплю, как хочешь, всякими способами. И тут я взяла кригель, конечно же, этот материал для меня новый, и он непривычный, и он неудобный. Но если научиться, то есть, ну, это нужно просто отработать какое-то количество раз. Если научиться, то потом это вам, как бы, играет очень хорошую роль. Когда уходит свет, выключайте. Ага. Потому что я не могу вам дать. А я что, включала? Нет. Итак. Технический момент. Свет в офисе не забыла выключить. Это вообще нормально, вы привыкнете. У вас нет выбора. Вот, моделирование в одну каплю. Это я вообще прям записала, чтобы пока вспоминала. Толщина торца при укреплении. Вот смотрите, сейчас поймете, о чем я говорю. Я говорю, я когда буду делать, вы увидите. То есть, гелем смоделировать толщину торца на голый ноготь. Ну, то есть, нужно в любом случае либо доложить, либо потом открывать эту толщину. То есть, гелем мы можем сформировать ребра жесткости, толщину торца сразу. Такую, как нам нужно. То есть, так при моделировании гелем гель стекает в центр, оголяются боковые поверхности, боковые линии, оголяются торец, и приходится докладывать. А кригелем можно сделать в одну каплю. Выкладной френч. То есть, при выкладном френче это тоже очень круто. У меня не течет. Обычно укрепление свободного края, укрепление ногтей. Ну, короче, мы все знаем. Отремонтировать. Да, покажи, пожалуйста, на верхнюю форму. Сегодня верхней формы не будет. Следите за мной, за моим аккаунтом. У меня есть эфир, и я провожу эфиры по верхним формам. Сегодня техники запланированы другие. А арочное моделирование. То есть, мне нравится еще акригель в арочном. Я сегодня его покажу. То есть, я сегодня сделаю на один ноготь арочный квадрат салонный, не длинный. И на один ноготь укрепление. Еще плюс какой. Можно делать запечатывание в одну каплю и сразу запечатанный. То есть, мы можем вытягивать акригель на свободный край и создавать вот этот кантик. Ну, можем его чуть-чуть захлестом делать, можем как продолжение. То есть, можно делать укрепление с запечатыванием. Сейчас это, собственно, сегодня и покажу. Без дополнительных, как бы, капель. В одну каплю и моделирование и запечатываем. А акригель, почему круто арки? Потому что арку хорошо держат. Еще момент. Для мастеров, которые, может быть, давно учились, или не учились на моделирование, или работают только гель-лаком. Мы говорим о классических системах моделирования. И акригель – это жесткая система, нерастворимая. И моделировать очень тонко жесткие системы ни в коем случае нельзя. То есть, акригель – это как гель. У нас толщина торца должна быть 0,5 на 7 мм. Это должна быть зона стресса. Это должны быть ребра жесткости. То есть, если вы просто хотите сделать тонкие ногти, у вас короткие ногти у клиента, и вам кайф сделать, вот прям вот, чтобы как свои, положить вот тонкие-тонкие слои акригеля и покрыть сверху цветом. Не получится так. Потому что жесткие системы дают сколы и трещины при моделировании в тонкую толщину. Из всех поступающих вопросов ко мне в директ, самые часто задаваемые вопросы, почему у меня отслаивается или скалывается материал со стороны свободного края. Прошу прислать фотографию, присылают фотографию, там скол, и видно, что там толщины, вот, ну, там ее нет. Там даже нет 0,3, там просто помазали. Поэтому, если не учились на моделировании, обязательно учитесь, архитектуру искусственных ногтей нужно знать. И помним, что жесткие системы моделируются в полноценную толщину. То есть, помазать не получится. Сохраним эфир. Все, поехали. Поболтали. Потолок вам. Обычный потолок, ничего особенного. Выключаем. Выключаем. Фильтр. Что нам понадобится? Непосредственно. Самокригель. Я сделаю один ноготок милком, один сделаю кавер. Кавер – это, в общем, мой самый любимый цвет, самый популярный, и подходит большинству клиентов по оттенку. То есть, он не сильно розовый, не сильно бежевый, коричневый, или еще какой-то. У него очень красивый, натуральный оттенок. Причем, вот если вы спросите, а есть ли как кавер какие-то еще материалы у нас там, базы или гели, я вам скажу, что нет. То есть, кавер у него очень красивый, уникальный оттенок, и похожего такого нет. Ну, в линейке нет. Сейчас, девочки, я протру камеру, что-то мне кажется мутно. Ну, милк, такого, в принципе, акригеля у нас не было. Был акригель кавер, прозрачный, лайт пинг и белый. Кстати, прозрачный глаз, он тоже появится в тубах, вот совсем-совсем скоро. И милк. Ну, милком, видите, я уже работала, немножко грязная резьба. Но это вот два оттенка, которые самые популярные будут, сто процентов. Вот кто-то любит натуральные такие розовенькие, и любитель молочных тоже есть. Я обожаю вот эти белые оттенки, на них и дизайны круто смотрятся, и просто смотрят. Причем мне нравятся эти два цвета еще тем, что просто сделал ногти. Во-первых, они вот молочные, да, он не так камуфлирует, видите, его даже видно, он такой более прозрачный. А акригель кавер им моделируешь, и ничем не нужно покрывать. То есть цвет настолько сам по себе очень красивый, натуральный, что многие клиенты любят ходить просто с оттенком, без дизайна, без покрытия. Не оставляйте открытые флаконы, открытые тубы, даже просто под лампой освещения на столе, потому что будет полимеризоваться. Мы должны помнить о том, что акригель это гибрид акрила и геля, а акрил у нас что? Правильно полимеризуется на воздухе. То есть акригель спальмеризуется на солнце, если его вы оставите на столе под солнечными лучами или на окне, гораздо быстрее, чем гель. Ок-ок. Так, Оле, мы еще вчера спилили два ноготка. Так, у меня тут новый крепеж. Спилили два ноготка, оставили тоненький слой, чтобы хотя бы на сутки проходило. И вот смотрите, что уже. Ну, то есть тонкий слой, жесткие системы, они не держатся, они откалываются. Сейчас мы эти отслоечки аккуратно уберем. На этом ноготке я сделаю арочный квадратик небольшой. У меня здесь в центре есть отслоившийся материал, небольшое количество. Я могу спокойно его оставить и не убирать. С кутикулой ничего я делать сейчас не буду. Мы вчера ее обработали, но Оле очень тонкая кутикула, еще и прилипшая. Моя любимая кутикула. И так как у нас техника арочного квадрата, естественно, ну, плюс еще и акригель, она будет с опилом, то ни в коем случае не обрезаем такую кутикулу до моделирования, до опила. При моделировании арочного квадрата мы убираем боковые линии до вростов. То есть натуральную пластину мы запиливаем по бокам таким образом, чтобы вот что? Такой измученный ноготок пишет. Да, измученный, конечно. Ну, как бы нет, он нормальный. Более или менее, у Оли, в принципе, тонкие ногти. И здесь из-за того, что кусочки материала кажется, что он такой весь с пятнами. Ну, сейчас они у нее нормальные, поверьте мне. Плюс она проходила сутки без покрытия. Это тоже учитывайте. Вот здесь убираем по боковым линиям ноготь так, чтобы вот здесь не было свободного края сбоку. Видите? То есть, почему мы так делаем? Для того, чтобы при арочном моделировании поместилась толщина ребер жесткости. Если оставите ноготь, не получится. Это первый принцип, по которому мы подготавливаем ноготь карком. Здесь мы сделаем его ростовое укрепление. Убираем тоже отслойки. И я хочу сделать запечатывание, то есть, я хочу акригель продолжить по свободному краю на миллиметр от своей ногтевой пластины. То есть, так как я хочу овал, мне нужно заузить вот здесь немного по боковым линиям, чтобы вместить эту толщину один миллиметр. Так, что такое? Блин, вот эта гадость мне мешает. Сейчас, секунду, перенастроить нужно штатив. перенастроить. Перехвалила я штатив. У меня ударяется пилка, да. Так, и вот здесь чуть-чуть, только по свободному краю, в рост там не лезу, заужаю на один миллиметр. С одной стороны и с другой. То есть, у меня вот свободный край будет такой, как слегка зауженный. Ой, расслабь руку. И как раз сюда 0,5-1 миллиметр вместится и будет такой классический овальчик. Снимаем блеск шлифовочной пилкой 100 на 180. Белый акригель. Конечно, отличаются. Белый акригель ультравайт. Он чисто белый, кипельно-белый, как краска. И он для моделирования от кутикулы не подходит, девочки. Он только для выкладного френча, то есть, для работы со свободным краем. Для укрепления не подойдет. Амилк, это акригель для моделирования архитектуры полностью. И он полупрозрачный. Вы сейчас увидите это. Стандартная подготовка. То есть, к акригелю мы подготавливаем ногти стандартным способом, ничем не отличающимся от моделирования гелем. После обезжиривания евроклинсера обязательно наносим нелпреп и ультрабонд. Ой, гром. Нелпреп и ультрабонд. Нелпреп это дегидротант, то есть, мы влагу с ногтевой пластины удаляем излишнюю. Нелпреп мы используем всегда при классических системах моделирования, то есть, нерастворимых. В гель-лаке мы его используем только на кутикулу. То есть, дегидротант, что это такое? Это дополнительное обезжиривающее средство, которое вытягивает остатки влаги с ногтевой пластины. Есть. И ультрабонд это уже грунтовочный препарат. Он уже имеет, то есть, если нелпреп не имеет липкости, то есть, это вот жидкость, которая испаряется полностью на воздухе, не оставляя после себя абсолютно никаких следов. Сейчас вы это увидите. То ультрабонд это уже средство с остаточной липкостью. Боже, что там такое? Мне сегодня снилось наводнение. Прикинь. А это не пушка? А, рано еще. Видите? Вот нелпреп я нанесла и он просто тут же сразу испарился. Ультрабонд это уже грунтовка. Он действует как такое клеящее вещество, которое проклеивает у них областы натуральные пластины, оставляет после себя липкий слой, к которому присоединяется уже гель или акригель. Видите? Уже видите блеск? И очень важно не залапать поверхность ультрабонда. То есть, когда нанесен у клиента ультрабонд, ни в коем случае не трогаем руками и клиенту говорим не трогать. даже не так страшно залапать базу, как страшно потрогать ультрабонд. И дальше мы уже наносим базу, то есть базовый гель и в зависимости от состояния ногтевой пластины либо супербонд, это классический гель базовый, в каких случаях мы используем супербонд? вспомните? В каких случаях? Я очень часто об этом говорила и на своих эфирах и в обучении об этом говорится. Когда мы наносим супербонд клиенту? При каких показаниях? Давайте напишите в комментариях кто знает. Ну-ка кто висит? Супербонд мы наносим когда у клиента возрастные сухие ногти. Правильно. Молодцы. Молодцы. Знаете. Супербонд наносим клиентам возрастным, у которых очень сухая ногтевая пластина. Почему? Потому что гель-лак он вытягивает влагу, он подсушивает ногтевую пластину и он подходит для тонких влажных ногтей. Если мы нанесем гель-лак возрастному клиенту, у которого и так сухая ногтевая пластина, она станет еще сушше и будет еще более ломкой. Вот у Оли как раз таки очень тоненькая ногтевая пластина. Вот ей идеально подходит база гель-лак и тем клиентам, которые часто очень контактируют с водой. Наносим по технике покрытия лаком просто никакими там нефтираниями, почему не нужно дополнительной кисточкой втирать и тратить на это время, потому что база гель-лак она и так достаточно о низкой вязкости, чтобы проникнуть между у них областами и создать сцепку. Ну давайте поставим форму сейчас на арочный квадрат. Сейчас быстренько просто нарисую на листочке как правильно ставить форму подарки где блокноты вон там где она сейчас Оля нашла все не надо принцип подарки он в принципе одинаковый под все формы и постановка на арочный квадрат на абсолютно такая же как будет постановка у вас на пайп поэтому если научитесь ставить на квадрат квадрат это самое сложное все остальное будет для вас ерундой самое главное это поднятие формы вверх я очень я очень много вела звонят Звонят. Еще эти банки или что это, не знаю, где они берут номера. Казнить. Если у вас форма стоит вот так, по ширине ногтевой пластины, никакого арочного моделирования у вас не получится. Потому что еще должна быть толщина ребра жесткости. Это будет вот такой ноготь широкий, вы захотите его заузить. Заузить по бокам вы его не сможете, вы начнете поднимать арку. Арка уйдет, это уже не арка. То есть форма должна стоять на миллиметр полтора уже, чем вот здесь ширина ногтевого ложа. Ну то есть у вас есть вросты, есть ширина ногтевого ложа. Форма должна стоять так трубочкой, чтобы она была уже на один полтора миллиметра. И когда вот сюда заложится толщина ребер жесткости, это будет четкий квадрат. При этом вам не нужно будет терять арку, чтобы он был узким. И за счет заломов делается это зажатие. Вот здесь по боковым линиям делаются заломы. Вот, если мы выстраиваем параллельно боковую оселению, вот видите, при поднятии формы вверх, а визуально у вас нет вот такого вот бугра, то есть у вас плавный продольный изгиб, при этом у него есть арка 50%, и при этом он очень узкий и изящный. Для этого можно, чтобы начать делать арочное моделирование, этой информации для вас будет достаточно. Если вы, конечно, попробуйте. Так, и у нас новые формы, видите, как они сделаны? Я уже и забыла, что они с вырезами вот этими. Не всем они, эти вырезы, нужны. И здесь заломы уже, смотрите. Здесь уже даже заломы стоят. Пунктир. Это заломы, то есть это наметка заломов для арочного моделирования. То есть форма уже таким образом сделана, что вам, в принципе, только нужно внимательно смотреть. Пробовать. И форма становится сама собой, можно сказать. Сначала мы меряем, понимаем. Ну вот здесь, видите, это для длинных ногтей сделано. Если вы не делаете длинный, вы можете вот эту штуку сразу убрать, чтобы она вам не мешала. Кстати, а форма-то есть? Знаешь? Есть. Померяем сначала, нужно ли нам будет вырезать. Да, нужно. Ну, практически всегда подарочное моделирование вырезается форма вглубь, вот сюда. То есть под гипонихи. Так как мы форму... Если не вырезать, форма у вас опустится. То есть вы можете ее поставить не вырезая, но тогда у вас не будет задирания. А мы помним, да, если нет задирания, нет арки на свободном крае. Все. Все просто. Сдергиваем форму сильно вверх. Если еще сильно выпадают углы, можем еще подрезать. Ну, в принципе, мне этого достаточно. И признак того, что у вас форма стоит вверх, это ушки. Вот эти. Они будут приклеены сбоку. Вы их вот здесь видеть не должны. Если ушки приклеены здесь, это говорит о том, что форма стоит вниз. Склеиваем нижние ушки стык-в-стык обязательно. Обязательно стык-в-стык. Если нижние ушки будут приклеены с зазором, то у вас будет перекос арки. Вот, смотрите, я приклеила, у меня уже форма стоит трубочкой практически, ну, потому что заломы эти, вырезы есть. И вот здесь мы еще зажимаем ноготком. По подушечке пальца проводим. Образуется залом. И смотрите, и форма становится под ноготь трубкой. То есть видите, как она здесь стоит с этой стороны, и как она стоит здесь. То есть здесь как раз не хватает полмиллиметра для ребра жесткости. И с другой стороны тоже. То есть заломы – это то, что позволяет нам поставить форму ручками без использования каких-либо зажимов, прищепок, пинцетов. Смотрим на каплю, если чуть перекосилась, поправляем ее. Все, и можно выкладывать. Так, ну каким мы цветом сделаем его? Почему? Так, где палочка? Палочка. Берем апрельсиновую палочку, антисептик. Убирай пока руку. Антисептик или обезжириватель. Если работаете только палочкой без кисточки, можно работать все время только евроклинсером. И вот нужно будет единственное приловчиться, какие брать размера шарики, акригель. На подложку мы не будем слишком толстую делать. Ну, во-первых, мы делаем не длинный арочный квадрат, а коротенький. Как коротенький? Две единички. Меньше двух единиц арки, это уже смотрится некрасиво, неэстетично. Можно сделать там и единицу, если постараться, но вот эти коротыши, которые широкие, мне, например, не очень нравится. Это на любителя абсолютно. Выстраиваем боковую линию сразу. Спускаем вот сюда запас обязательно по арке. И сразу, в чем еще преимущество в акригеле для арок, в том, что можно сразу придавать форму боковой линии вот так. Ну, то есть, если гель, как правило, он подтекает, ну, потому что арка же большая, и он чуть подстекает, то в акригеле есть возможность сразу смоделировать боковую линию. Переворачиваем. Другой стороной. Если вылазит немножко форма, разжимается, она будет это делать. Берем, поджимаем в процессе. Чем уже вы зажмете, только не надо, конечно, переужить стараться. И еще момент, у вас трубочка, она должна стоять с одинаковым, равномерным зажатием от начала до кончика. То есть, если вы возьмете, поставите, и вот так сожмете, и вот здесь у вас будет зажата в конце, формы квадрата, четкого, у вас не будет. Это тоже такая самая распространенная ошибка при моделировании квадрата любого, как арочного, так и салонного. Если у вас здесь форма вылазит, бывает такое, видите, вот она тут же нет ногтя, и она вот чуть подвылазит. Не старайтесь материал выложить через форму. Мы лучше снимем, когда форму, и доложим капельку аккуратно, вот точечно, где не будет ее хватать. с одной стороны у меня получалось чуть тоньше, но можно растянуть, с серединки забрать. не сильно важно. Все, и сразу выравниваем боковую линию. Смотрим так, чтобы у нас одинаково спущенные были боковые линии. Ну, как это можно посмотреть? Можно в торец посмотреть, и мы увидим. Ну, вот здесь у меня будет сильнее спущено, здесь меньше спущено. Это не критично. Это можно убрать потом при опиле, но как бы лучше убрать сразу, чтобы меньше потом пилить, меньше выкладывать. Вот здесь, видите, я оставила небольшую дырочку сбоку. Я ее доложу, когда сниму форму. Все. Перед тем, как ставить в лампу, можно еще разочек поджать для успокоения души. И сушим. Зажимать акригель можно и нужно. Зажимать можно и нужно примерно на десятой секунде. Ой, тут у вас этот, да? Лампу выбираем. Лампу выбираем. Ой, девочки. Давай. Все, высушили. То есть, промежуточно подсушили. Взяли вот так по боковым линиям, по обоим сторонам, с одинаковым давлением. Держим. Не сразу отпускаем. То есть, он должен остыть. То есть, мы его теплый поджали, он остыл и уже зафиксировался. Смотрите, еще уже стал. Теперь досушиваем. Ламповая баталия. Ну, я пока кофе глотну. Ваше здоровье. Спасибо за своевременный эфир. Кате Мирошниченко, спасибо. И выходу, Милка. Пожалуйста. Взаимно. Сколько сушить акригель? Две минуты. Смотрите, просто запомнить. Все скульптуры, гель-лаковые базы, гели, акригели, в конечном итоге просушиваются две минуты. Все. Промежуточная просушка вот сколько там? От 7 до 10 секунд. А он у меня мягкий остается. Ну, значит, что-то не так делаете. Давай, дружище. Все, можно снимать в принципе уже форму. И видите, подложка у меня уже, чем ширина ложи. Потому что если подложка как в салонном моделировании, так и в арках, если подложка у вас сразу по ширине ложи, то куда вы вложите толщину ребер жесткости? Вот видите, я положила палочку сбоку. Видно, да? Вот от в роста. И вот здесь полмиллиметра это у меня будет ребро. И при этом ноготь не станет широким. Это очень важно. То есть все эти моменты они безумно важны. Снимаем форму. Можно не снимать до самого последнего этапа. Можно снять. Смотрим арку. Она сейчас у меня с запасом. Она сейчас у меня с запасом, потому что я еще подниму боковые линии. То есть примерно 10% уйдет. И останется 50%. Ну вот примерно вот даже если 40% останется, это уже хорошо. Ну, мне будет наверное 50% все-таки. Все, ведь сняла форму. И вот здесь у меня, видите, форма не становилась под ноготь, и осталась дырочка. Я беру аккуратненько маленькую капельку. Вот так. И докладываю. лучше сделать так, чем выложить. Смотрите, в чем суть. Я много раз объясняла это уже, но еще раз скажу. В чем суть именно эту дырочку не закладывать сразу. Вот поставили, выложили, а форма вот здесь, вот так, и не стала под ноготь. вы выкладываете материал, и вот так взяли, вот-то налили через форму, да бог с ним. И там образовалась в конечном итоге ступенька, зазор, зазубрина даже, а не ступенька. И при выпиле боковой линии эта ступенька не убирается. Поэтому лучше не доложить, снять форму и доложить уже после. Раз, смочили палочку. Причем акригель же круто очень, уже не течет. Ну, как бы он вообще создан для таких манипуляций, можно сказать. Все, вот так аккуратненько размазали. Это та же самая техника, которую мы пользуемся при моделировании на грызунах. Если нам нужно сделать акригелем или просто очень коротко выпилен свободный край, форма не ставится под ноготь при салонном моделировании, мы делаем именно таким образом. Все равно провалится в ямку. Не провалится в ямку. Обожаю вас. Остальное хорошо сушат. Кстати, у меня, когда снимаю форму под ногтем непросохший гель, нужно, ну нет, не должно быть, девчулечки. Если вы снимаете форму непросохший гель, скорее всего, толстовато подложку может быть сделать. Может быть, лампа не достаточно мощная. Но вот я сняла, у меня же все просохло. Старайтесь подложку делать очень тоненькую, чтобы она сто процентов просыхала. Или вообще промазываете на форме первый слой прозрачный, там, можно базу какую-нибудь хард взять, можно монофаз. Короче, какой-нибудь прозрачный гель, потому что прозрачный гель пропускает ультрафиолет и хорошо просыхает тогда. Давай. Вот здесь, там, где я доложила, я тоже могу вот так взять, поджать. все, и можно моделировать архитектуру. Все, сейчас моделируем архитектуру, потом выложим второй и опилим их уже вместе. Смочила чуть-чуть палочку, выложили. Мне очень нравится кавер и милк такой же, такого же качества пилится просто превосходно и выкладывается мягко. Кстати, вот милк, он даже еще мягче, чем кавер, но кавер, посмотрите, какой цвет. Это же просто какое-то волшебство, короче. Кутикуле мы подходим и сразу делаем в ноль. У нас материал около кутикулы должен быть в ноль, правильно? В итоговом варианте после опила около кутикулы не должно быть вообще толщины. Поэтому мы сразу выкладываем в ноль. То есть зачем выкладывать, смотрите, вот я так выложу сейчас и оставлю. А потом мне эту ступеньку нужно будет пилкой убирать. Я буду давить на ноготь и так и без того тонкий и мягкий около кутикулы и пойдут отслойки. Либо сразу пойдут под пилкой, либо пойдут через там три дня, а может и сутки первые. Я от центра, вот смотрите, в центре положила толщину и я стараюсь не нажимать в центре, а от центра плавно стаскивать по периметру. То есть мы знаем, что у нас около кутикулы ноль, а по бокам, то есть вот начиная уже от вростов 0,5, то есть здесь по бокам я уже тонко класть не могу сильно, мне нужна толщина ребер жесткости. то есть вы когда выкладываете вы не просто размазываете акригель по поверхности, вы учитываете то, какая должна быть толщина в той или иной зоне. Окей? Окей. И здесь вот от центра я начинаю потихоньку стаскивать. Помню о том, что у меня максимальная толщина в центре, то есть я вот от кутикулы поднимала его вверх, от центра начинаю спускать вниз. Тут можно в принципе уже взять кисть. Можно уже взять кисть и разгладить. Ну, как хотите на ваше усмотрение. Я вот могу палочкой просто полностью разложить, а потом взять и просто выгладить кисточкой. Ну, как бы это уже на ваше усмотрение. Как вы привыкли. Мне кажется, чуть-чуть маловато я взяла. Могу сразу прям добавить. Вот вижу уже, что мне вот на свободный край чуть не хватает. И прям вот сверху доложу. Чтобы потом вторым слоем не выкладывать, можно доложить сразу тут же. Опять-таки преимущество от геля. То есть мы так не сделаем. Спускаем в боковые линии. Здесь следим за толщиной. То есть она должна быть. Большая, конечно, мы ее большую не оставляем. Но миллиметр, полмиллиметра миллиметр толщина по периметру должна быть. Ну, плюс мы же еще учитываем то, что мы пилить будем. Все так в грубую разложили. Теперь уже можно взять кисточку и просто выгладить. Около кутикулы вот здесь мы выглаживаем. Боковые поверхности. в принципе этого будет достаточно. Мы старались выложить так, чтобы пилить нужно было минимально даже с акригелем. Толщина торца есть? Есть. Толщина ребер жесткости есть? Есть. Толщина в зоне стресса есть? Тоже есть. Около кутикулы ноль. Все. Мы задачу выполнили. И самое важное при обучении, если вы сейчас как раз только проходите или только закончили, стараться тратить. Почему в обучении, если вы онлайн проходили, если проходили оффлайн, например, в нашей школе, нацелено обучение, на этапе моделирования, на то, чтобы вы научились выкладывать максимально точно. то есть я всегда ученикам говорю, вы при обучении должны тратить максимальное время на выкладку, привыкать к тому, потому что вы привыкнете выкладывать аккуратно, точно, с любым материалом. Хоть пусть это будет акрил, пусть это будет акригель, пусть это будет гель. Потом, когда рука привыкнет и мозг запомнит, вы просто это начнете делать быстрее. Но максимальное время на моделирование. Потом отпила меньше. Вы форму точнее видите. То есть на этапе обучения сразу привыкать и мы с учениками как делали на оффлайн обучении. Я говорила, выкладывайте прямо вот так, чтобы нацеливать глаз на то, что у вас должно быть впритык. А на вот я выложила, у меня вот здесь не хватило. Я говорю, лучше ты доложи, чем потом ты будешь спиливать кучу материала и тратить огромное количество времени. Сколько стоит акригель? Ответили. Эфир будет сохранен. Так. Один ноготь арочный квадрат, второй ноготь овал, укрепление. Что такое? Все уже. Есть ответственные за вопросы. Мои курочки. Молодцы. Все. И второй мы моделируем с вами на милк. Вот видите, мы должны выложить так, чтобы после просушки мы смотрели и видели четкую форму. Квадрат, арочный, толщина в торце, боковые поверхности. есть непонятное, что-то там налитое, а видно, что мы задумали хотя бы. Они так, что это за форма? Ну, потом выпилю квадрат. Ну, нет, потом квадрат ты не выпилишь. То есть, ты либо сразу делаешь квадрат, либо родила родила старица вночь не то сын или дочь. Так. Ну, если не хватит, возьму еще. А что тут у нас за мусор? Молчит. Молчит. Все, выкладываем шарик и то же самое. От центра у нас всегда материал, что гель, что акригель лежит в центре. И от центра, так как в центре максимальная толщина, мы от центра начинаем спускаться по периметру. стаскиваем кутикули в ноль. Не давим сильно на материал, так как мягкий и может такие вот прям сразу видимые быть проплешинки. Помним, что вот здесь у нас уже ребро жесткости. Стащили в одну сторону. Вы если видели, я вчера делала укрепление, у меня мастер-класс в сторис есть, мы у Оли уже сделали все ногти, вот только два оставили на десерт. И вот здесь мы уже в толщину небольшую задаем, так как ребро должно быть. Все, видите, точно так же. В центре у меня максимальная толщина, около кутикулы минимальная. И вот я начинаю теперь на свободный край легкими движениями стаскивать. Эфир обязательно сохранится, но выкладывать в ленту сегодня точно не буду. Он появится, наверное, на выходных возможно. Но сохраню я его обязательно. Вот, смотрите, стаскиваем. Видите, уже у меня акригель выходит за торец. Вот здесь тоже палочкой беру и вот так вот напуск делаю, видите, ползет. вот. Ну, то есть акригелем это очень удобно делать. Можно так восстанавливать параллель. Оп, стянула. Потом кисточкой выглажу обязательно. Стянула, подобрала аккуратненько. То есть у меня уже запечатка есть. Смотрите, с этой стороны. Переверни руку. Видно? Я протягиваю вперед и чуть-чуть захлестываю торец. То есть это любимая техника. Я без запечатки вот такие, например, ногти, как у Оли, они не носятся. Оль, скажи. Оли вообще никакие гель-лаки, никакие без запечатывания, просто укрепления. только запечатка. Все. Протянули. Свободный край можем сразу выровнять, чтобы он был красивый. Но мы изнутри будем еще выпиливать и будем выпиливать еще торец. Даже не нужна кисточка, смотрите. Все. Теперь берем, можем взять кисточку, можем не брать, чуть-чуть выглаживаем поверхность. Ну, красивый же цвет. скажите, что он охренительный, напишите. Ой, ну ты, что ли, напишите. Да, давай сейчас. Боже, какой цвет. Если под низ слишком сильно заползает, можно взять вот так кисточкой выгладить. зато правда. Обожаю. Обожаю. Это же все. Ну, скажите, они оба очень красивые. Сушим. И вот такое укрепление на такие тонкие ногти вот сто процентов носится месяц. Вот просто. Так, мальчики пошли. Вот у Кати с Верой куча мальчиков сюда. Супер цвет, согласна. Почему нельзя сразу кистью распределить? Можно и сразу кистью распределить, но палочкой быстрее. У палочки смотрите, как утюжок поверхность и палочкой очень быстро большое количество материала разложить. Если у вас получается сразу кисточкой это быстро и это идеально, пожалуйста, 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 можете даже снять мастер-класс и мы с удовольствием посмотрим. А что за акригель? Акригель в тубах кавер и милк. То есть акригели у нас были только в банках, сейчас они вышли в тубах по 30 миллилитров. Пока только вышел кавер и милк, скоро будет прозрачным. Сушим. Мы просушиваем окончательно две минуты и вот здесь как бы не казалось, что время тянется, нужно все-таки Катя не любит сразу собираю Катю, она не любит, когда пустой стол в эфире. Когда сушатся ногти, она сюда что-нибудь кладет. И я такая раз. Катя, это для тебя, если ты смотришь. А хотя откуда ты смотришь? Я же эфир своего аккаунта веду. Да, цвет потрясающий. А где можно приобрести в вашей кагеле все, что нужно? На сайте emyshop.ru emyshop.ru вы можете даже по-русски вводить в поисковике и он сам вам предложит. Цвет бомба. Можете повторить, пожалуйста, на какой материал или на чистый ноготь ложится. Подготовка стандартная. Смотрите, так как классическая система жесткая, то все-таки лучше наносить базу, наносить ультрабонд. То есть подготовку делать классическую, стандартную, как для гелевой системы. Что это значит? Это значит обезжириваем евроклинсер, наносим nail prep, затем наносим ультрабонд, затем наносим базу по типу ногтевой пластины, если это возрастные сухие ногти, супербонд, если тонкие, влажные и клиент очень много контактирует с водой, то база гель-лака. Раз, два, три и затем акригель. И мы используем палочку, кисточку, можно овальчик, можно лепесток, какую вам удобно, евроклинсер. Смачиваем палочку в евроклинсере, если работаете кисточкой дополнительно, то антисептик лучше, потому что евроклинсер портит кисть, понятно, пушит ее, а антисептик более щадящий. Я сейчас мочила кисточку в евроклинсере, потому что я делаю раз в пятилетку сейчас с ногтей. Я один раз кисточку помочу и ничего не будет. Блин, мы взяли сутки. Думаю. Все, мы просушили. Снимаем липкий слой. Он у акригеля такой минимальный. Мне нравятся они после обезжиривания, как конфетки бархатные. Матовые такие. Да, и здесь нужно будет, видите, то есть у нас акригель вышел за торец, то есть мы сделали имитацию запечатки. В принципе, там нет ступеньки сильной, но выровнять можно. Ой, я не взяла аппарат, пожалуйста. Выровнять ступеньку изнутри. Можно поднять арку, если это необходимо, если ноготь растет вниз, то на этом этапе мы можем арку поднять. Можно керамическую фрезу взять вот такую, можно взять алмазный цилиндр, но алмазный цилиндр, он забиваться будет быстро, тем более акригелем. Не рекомендую вообще алмазными фрезами пилить материал, потому что надолго вам ее не хватит. Я использую вот этот алмазный цилиндр только для верхних форм, когда нужно ступеньку убрать около кутикулы. там просто по-другому нельзя. металлом можем повредить, а ничем другим не спилишь. Так, ну не ожоги. там своей солью. Между собой, тихо с собой, я веду беседу. Можно смотреть вот так смотреть в торец и прям вот так выпилить, если вы прям уже уверены сто процентов себе. Можно перевернуть, переверни крошку, можно перевернуть вот так и таким образом. Если вы моделируете квадрат, то вы можете и он вниз растет, ну или обал неважно. На этом этапе вы можете поднять арку, то есть ноготь будет уже не вниз, а выровнять параллель и приподнять его вверх. Так, у меня новая пилочка, я пожалуй сделаю вот так. Если ногти маленькие и длина короткая, можно использовать агрегель в технике запечатка? Можно, только осторожно. можно, ну как бы старайтесь так, чтобы они не были такими для пухами. Я отвела камеру подальше, девочки, потому что у меня вот здесь штатив, вот прям вот тут, и я цеплять буду сейчас пилкой, мне это будет бесить и вас тоже. все и придаем форму свободному краю. У нас хороший миллиметр запечатка получилась с той стороны, поэтому мы спокойно придаем форму, снизу выравниваем параллель, все здесь четко, красиво, с противоположной стороны то же самое. Вот таким образом приподнимаем ноготок и тоже выравниваем, чтобы нигде не было зазубрин, все было ровно и красиво. Около кутикулы у нас уже и так ноль, но мы просто проходим пилочкой, чтобы снять блеск. Около кутикулы, когда пилим, ни в коем случае не давим, особенно когда ногти тонкие. Показываю специально медленно, вы можете и даже о пил еще запомнить, если захотите. у меня кстати где-то в ленте есть эфир на тему опила. То есть по зонам я рассказываю как пилить, можете посмотреть, если у кого есть проблемы с опилом. Как показывает практика, у многих есть проблемы с опилом. Такой самый важный момент, который обычно упускается. сейчас эфир больше часа может. Потом скинем его Валере, Валера его порежет и он будет в принципе на этом можно остановиться и провести шлифовку, но не я. вылизываем боковые поверхности как снимается от риги отпилом. Выравниваем толщину торцу и переходим к арочному обыдку. Потом вместе их пошлифуем. Варочное моделирование опил другой. Сначала мы здесь открываем толщину торца, затем выстраиваем боковые параллели, не трогая абсолютно боковую линию, пока полностью не опилим поверхность. Чем мне еще нравится акригель, это еще один плюс, тем, что у акригеля пыль тяжелее, чем у геля. Что это значит? У геля пыль очень мелкая, легкая, и она поднимается в воздух при апиле. У акригеля и акрила, но акрила еще тяжелее, но акригеля между акрилом и гелем, она более тяжелая, и она сыпется на стол и вам на руки. То есть как у геля, у нее нет этого облака мелкой пыли, которую вы неизбежно вдыхаете. Да это гром. Вот. Мы наметили боковые параллели, теперь снимаем блеск около кутикулы. Видите, здесь мы тоже выложили материал очень аккуратно, точно, и нам здесь тоже только нужно снять блеск. Покрывать я ничем не буду, мы уже так очень долго, сейчас отпилим, и на этом с вами закончим. Почему не трогаем боковую линию до пива поверхности? Чтобы не перепилить ее. Полноценные мастер-классы парочного моделирования у меня есть в ленте и по пайпу, и по квадрату. Интересно, идите смотрите. убираем толщину боковых поверхностях, если она есть. В этом случае следим за симметрией. Все, выводим продольный изгиб, и потом только уже поднимаем боковые линии. следим за толщиной торца. Примерно 0,5-0,7 миллиметра при такой длине должно остаться. Можно даже 0,5, это если у вас будет покрытие еще цветом. Да, если вы оставите 1 миллиметр, покройте цветом, и будет толстый торец. С толстого торца слазит быстрее краска, и стирается топ, поэтому не старайтесь сделать торец толстым. На носибельность толщина торца особо не влияет. И только после этого мы начинаем поднимать боковые линии. Да, сейчас. все, одной хватит. Буду собирать. Да, может соберешь. Глядишь и соберешь. дочищаем боковые поверхности, толщину торца. Фух, жарко, пилить жарко. самую последнюю очередь мы проверяем толщину торца и ее уже дочищаем. Мой стиль арочного моделирования это изящные арки. Я не люблю вот эти широкие лопаты, где арка 70% от окружности. Мой стиль это немножко другой. Если вам нравится, как я делаю, вам нравятся именно мои арки, то welcome. В ленте есть много эфиров. В принципе на этом можно остановиться. На этом можно остановиться. господи, все время нажимаю подбородком что-то. Сколько будет примерно по времени займет арочное моделирование? Да. Но если с френчем, то два с половиной часа. Ну вот такой длины ногти и с френчем, будет примерно два с половиной часа. Можем еще перевернуть посмотреть в перевернутом положении. И в принципе на этом пожалуй мы с вами закончим. Далее шлифуем шлифовочной пилкой. Да, у нас вертолеты тут летают. А, да. Это день ВМФ скоро 25 числа. Мы как раз в центре находимся. Здесь набережная относительно недалеко. И они летают, репетируют. Корабли уже выстроены. Все, после шлифовки мы можем нанести кутикул ремовер и доработать кутикулу. вот видите, я бьюсь пилкой. ну, в принципе, мы, пожалуй, и закончили. Ну, красивые же. Ну, красивые. Слушай, у тебя идут длинные ногти. Ты подумай. Ой, нет, я уже подумала. Не буду я с твоей кутикулой возиться. Ты смотри на ней. Так, давайте вопросы, какие у вас там остались, еще позадаем. и все. О, какой фильтр. Фух. Да. Вы учитывайте, вот я где-то там одним глазом смотрела комментарии, вы не думаете, что пилю ничего... А в чем у меня нос или такой фильтр? Пилю там и ничего не вижу. А вот этот? Вот этот лучше. А вот этот? А вот этот? Короче, ты прелесть, обожаю тебя, спасибо большое. Вот такие должны быть все комментарии, если что. Все можно, если есть. Можно, только осторожно. А вот долго. А вы думаете, на этапе обучения быстро должно быть? Если преподаватель вам будет показывать, не усвоите, не увидите, не поймете. Грамотный. Преподаватель будет показывать медленно и рассказывать вам все. А вы уже делаете быстро. Поэтому комментарии вот эти что так долго, один ноготь, если час, то сколько же десять, я на них не реагирую особо, но хочу просто объяснить, то что на этапе обучения, если вы будете смотреть, как я делаю это просто в обычной жизни, вы это не усвоите. Если вам кайф посмотреть, как я делаю быстро, у меня есть курс скорости. Там я не заморачиваюсь. Так, поехали. Аня, когда будет скидка на курс моделирования с опилом? Будет, будет. Сегодня мы с вами обсуждали новинку Акрегель Кавер и Акрегель Милк. Я вам показала цвет, консистенцию, работать очень комфортно, удобные, мягкие, в апиле. Если никогда не пробовали именно Акрегель и нужно попробовать и хотите начать этим материалом, лучше Акрегеля вы не найдете. Можно смачивать спирт, можно вашу страничку, пожалуйста. Сейчас напишу. А я не могу написать? Не могу. написал. Написал. Все, я сейчас еще пройдусь. С базы снимаем липкий слой? Нет, не нужно. Без фильтров шикарный танец в просматриваю каждый раз. Спасибо огромное. Спасибо. Аня, Катя выкладывала другие цвета Крегеля. Они по консистенции тоже будут такие же? Да, они все примерно одинаковые. Поставщик один, консистенция тоже одна, работать в принципе одинаково теми, что теми. У меня все клиенты через полчаса просто вырубаются спать. Значит, у вас такая интернергетика успокаивающая. Все, девочки, спасибо большое вам за внимание. Я надеюсь, эфир был полезным. Когда выложат, пишите комментарии, задавайте вопросы под постом, я буду заходить на них отвечать. Какие-то вопросы остались, гоу ко мне в директ, в ленту, там куча всяких разных эфиров. Классного вам дня, кайфовых клиентов. Все, я ушла. Субтитры сделал DimaTorzok